Всем привет, ребята! Новый день, новый влог. Почему я какая-то все белая? Странно. Сегодня 21 июня. Время летит просто вообще как, я не знаю, мне даже не верится, что уже конец... Ай, я хотела сказать лета. Но слава богу, нет, конец первого месяца лета. Но все равно неприятненько. Все, девчонки, я поменяла режим, я поняла, в чем была проблема, почему такие засветы. В общем, что сказать, сегодня я ходила на реснички. Часом даже приближу. Вот, смотрите, какие у меня реснички. Сделали новое наращивание. Что это значит? Это значит, что мы сняли полностью те ресницы, которые у меня оставались. А чего у меня там только не оставалось? Куча разных коррекций до этого самого момента. Вот, а еще специально на экране вам сейчас напишу параметры моих ресниц, чтобы вы больше не спрашивали. А я же все равно спросите? Ну, постоянно вас спрашиваю. Ну, ладно. Такие вот у меня чудные реснички. Привет, ребята, новый день. Но не новый влог. Короче, я вчера начала снимать влог, но в итоге просто разрывалась на миллион маленьких июль. Короче, было куча разных дел, и в итоге я даже не смогла нормально снять для вас влог. Девочки, кажется, ваша подружайка скоро дорожать поедет. Короче, вчера ночью, а это было 20... Ну, уже типа с 21 на 22 число. Вчера ночью, значит, я хожу. Это было около 2 часов ночи. По квартире брожу, хожу. Думаю, ну, наконец-то. У меня вчера было в планах, ну, поубираться. Мы вчера встречались с Лилией, с дизайнером. Но я очень рада, что мы встретились и посидели. Вообще офигенно поболтали. Ну, то есть, как бы я не жалею, что мы с ней там посидели, встретились, поболтали. Но я планировала там вчера поубираться. Думала, еще что-то такое поделать, потому что дома, ну, немножко пыльновато, скажем так. Встречу с Лилией вы уже видели, ну, давненько. Я это раньше вставила в видео. Сто пудово этот влог выходит, а я уже родила. Блин, даже не верится дополнительно. Хожу такая, после того, как мы с Лилией уже посидели, я пришла домой. Около 2 часов ночи. Ну, я пришла раньше, конечно. Около 2 часов ночи. Я думаю, хочу попротирать пыль. Хожу, протираю пыль, что-то такое делаю. И понимаю, что мне что-то внутри вниз, типа, упирается. И не так, что, знаете, из живота можно почувствовать какие-то шевеления, там, еще что-то. А вот именно внутри, то есть, есть ощущение, что внутри органа есть какое-то движение такое. Я подумала, что, может быть, ребенок вкручивается своей головой, типа, в пути, куда надо. Ну, то есть, не то, что сейчас родится, нет уж. Ну, просто встать более, знаете, плотненько. Вот я так подумала. Ну, не знаю, интуиция у меня была такая. Не знаю, правдивая она или нет. Но, произошли некоторые изменения. Вчера я только записывала кружочек в Телеграм, показывала даже свой живот. Говорю, вот, девчонки, смотрите, живот пока, ну, ничего, вообще не опустился. Он у меня прям вверх, как арбуз такой стоит. Стремится вверх. Никаких там намеков на то, чтобы опуститься. Ну, ничего такого нет. Да и, понятно, не то, чтобы я этого там ждала, чтобы опустился, потому что не у всех вообще живот опускается. Кто-то ходит и рожает потом в итоге с вообще неопущенным. У кого-то он опускается, ну, там, за, не знаю, сколько недель. У кого-то прямо перед родами опускается. Ну, короче, у всех по-разному. И я чувствую, что мне неприятно. Я не могу стоять. То есть, у меня прям такое чувство, что мне нужно очень медленно идти, растопыриться и чуть ли не рукой придерживать. Хотя, понятно, что никто не собирается из меня рождаться. Но вот такое прям чувство, что кто-то стремится туда, куда надо. И я такая думаю, прикол, вообще прикол. И такие, ну, ощущения я прям частенько испытывала. В итоге мы легли. И с животом начали происходить какие-то обалдеть какие штуки. У меня живот, ну, прям видно было, что ребенок, типа, опустился вниз. Но я не поняла, что это происходит. Я вообще думала, может, у меня схватка просто. Короче, у меня живот стал просто как стул какой-то. Ну, то есть, он прям, я даже не знаю, как это объяснить. Я прикреплю фоточку, там, что надо, замажу. И я офигела просто. И я трогаю, что он такой прям твердый. И я думаю, типа, блин, может схватка, но я не ощущаю, что это как схватка. То есть, обычно я по-другому ощущаю такие штуки, типа, как схватка какая-то. Тренировочная, неважно. И я думаю, блин, что за прикол вообще трогаю. Я понимаю, что это ребенок. Ну, то есть, это не схватка. Ну, там шевелится. Ну, короче, я офигела. Слава офигел. Ну, ничего, просто лежу. Думаю, ну, вроде не рожаю. Но такая твердость, упругость была прям. Ну, то есть, было ощущение, что какие-то там изменения серьезные происходят. Но я не знаю, какие. Вот. Так вот, чтобы сказать, да, я же первородящая. Откуда ж мне знать, что там за приколдесса? Я лежала на боку. И засыпала тоже на боку. И наша дочурка очень сильно пиналась. Ну, в смысле, наверное, раза три она пнула так, что я аж прям, ну, просыпалась. Такая аж звуки какие-то издавала. Такая-то. А! А! Ну, короче. Потому что я прям вообще, это было настолько неожиданно. Прям такие сильные. Прям. Ну, то есть, это было как бы даже не то, что, ну, не больно. Ну, скорее, может, там неприятно, но не больно, типа. И больше именно просто пугаешься от того, что не ожидаешь такой сильный удар. То есть, не какие-то там вот просто что-то плавают. Семьюшки, я прям бдыш. И прям из живота я так бдыш. Я начала, ну, не переживать. Не то, что там сидела, загонялась. Просто думаю, блин, а вдруг она перевернулась опять как-то не так. Там ножок усел, еще что-то. Но я думаю, что просто она опустилась. Живот опустился. И сегодня я маме тоже скинула фотки. И она сказала, что если под грудь положить руку на ребра, и типа от груди до живота ровно вот так вот встает рука, ну, то есть, прижимаешь вот так вот. И если она ровно встает, то значит живот, типа, ну, опустился, начал опускаться и все такое. Я вот так вот стою в зеркало, ну, прижимаю, понимаю, что, да, рука, в принципе, ложится прям, ну, можно сказать, на 100% ровно, прижимается. Я думаю, ну, типа опустился. Но не сказать, что вот так вот прям явно видно в зеркало, когда стоишь боком, что опустился. Но потом я села на кровать, когда там носки надевала, еще что-то, потому что мы сейчас как раз едем к врачу. Собиралась, одевалась, короче, и я офигела. Я вижу, что у меня живот просто вот лежит на коленках, как будто бы я сфоткала. Это вообще очень странно. Ну, когда я стою, он так не выглядит. Ну, и всегда, когда я сижу, он тоже так не выглядит. Ну, короче, охренеть. И сейчас мы приедем к врачу, я ей тоже, блядь, расскажу, что за дела. Сегодня 37 недель полных и 4 дня. Вот. У меня еще мама такая спрашивает, типа, что, сколько у тебя полных недель? Я ей пишу такая, типа, 37 и 4. И она такая, ого, у меня мама моего брата Гошу на 38-й неделе родила, а меня, кстати, на 40-й. Вот. Я почему-то думала, что меня она раньше родила. В общем, не знаю. Мне безумно любопытно и интересно, будут ли мне уже, ну, начиная там сейчас, смотреть какие-то раскрытия, не раскрытия. Я, ну, думаю, что вряд ли там у меня какие-то раскрытия есть сейчас, да, чтобы вот так вот прям. Ну, скорее всего, я буду до срока уж ходить. Ну, нету такого. Да и у меня на самом деле, я и сама не думаю, что я должна сейчас родить, если верить всяким, как это сказать, разным прогнозам, диагностикам, аналитикам. Это я кого имею в виду? Например, первый скрининг. И на первом скрининге у меня даже вот то, что кровь брали, УЗИ-МУЗИ, там было написано, что, типа, вероятность, там, что-то преждевременных родов или родов на 37-й неделе, ну, вообще, типа, очень мало. Ну, в духе, знаете, что вот там же всякая статистика какая-то есть. Все, считай, 38 недель ребенок полностью готов так-то. Но я не чувствую, что она готова выходить. Но она, я думаю, готовится уже, на чемоданчиках сидит, потому что вещички-то она точно уже собирает и вниз стремится. Живот изменился по ощущениям прям. Очень любопытно обращать внимание на такие вещи. Ну, в смысле, долго ты ходишь с одними ощущениями, к ним привыкаешь, а потом в какой-то момент прям в один день, в один момент. То есть это даже не постепенно происходит, а просто в один момент ты понимаешь, что что-то изменилось. И вот вчера как раз был такой момент, что что-то изменилось. И я думаю, господи, да что же случилось-то? Судя по нашим каким-то мнениям, наверное, просто живот начал опускаться, ребенок опустился. По крайней мере, могу сказать, что живот стал тяжелее вниз, прям тяжелее. Потому что он был у меня такой прям натянутый, знаете, на меня как будто вот так вот приклеенный. А сейчас я прям чувствую, что он уже, ну, короче, вниз пошел. Вот такие приколюшки, они же, ну, не у всех происходят, не у всех касаются такие штучки в духе, там, не знаю, молозива какой-то, да, до родов. Схватки тренировочные, живот опускается. А у меня прям, ну, все вот эти вот беременные штучки есть. Клево, что такие штучки, они типа токсикоз какой-нибудь сумасшедший. Ну, как это обычно тоже бывает. Я помню, когда я забеременела, у меня мама постоянно, просто постоянно замучила меня, взрывала мой мозг. Ну, что, тебя тошнит? Тебя уже тошнит? Она прям как будто бы хотела, чтобы меня тошнила. Типа, ну что, тебя, наверное, тошнит, тебе, наверное, запахи такие. Я говорю, ой, что-то чем-то пахнет таким. Он говорит, ой, все, тебя, все, тебя сейчас будет тошнить. У тебя это началось. Короче, закалевывала меня прям максимально с этой темой. Я говорю, да не тошнит меня. Просто воняет чем-то реально. Ну, типа, знаете, такие приколы. Ну, слава богу, так и не тошнило. А что в итоге за всю беременность? Ты один разочек меня вырвала? Один разочек? Или не один? Один. Да. После виноградца. Да, после виноградца, когда мы поехали утром в 7 утра встали. Да, даже, или раньше даже. Короче, не выспалась, виноградец. Ну, да, виноградцы лучше не ешьте, потому что они, типа, бродят. Ну, даже миленькая. Ну, типа, хоть разочек-то надо блюкнуть в дверь, чтобы галочку поставить. Когда она будет тебя плохо вести, ты будешь с ней ругаться и говорить, кого я вынашивала столько месяцев, вблевала, мучилась, не могла спать. Да, не, на самом деле, это так часто тоже происходит. Вообще, есть даже, по-моему, какие-то психологические разборы на эту тему, что неправильно там ребенку говорить, вот, я тебя в муках рожала. Ну, типа, ты же сама захотела, решила, ну, рожать ребенка. Ребенок же тебя не просил, там, мучиться, вынашивать его в муках и так далее. Типа, я тебе лучший год своей жизни того отдала, мол, ну, кто же тебя просил беременеть? Ну, то есть, что ты захотела ребенка? Мне кажется, у любого ребенка была такая ситуация. Мне кажется, 100%, ну, 100%. У всех родителей всегда так говорили. И вроде как бы, ну, да, это не очень, но ничего нормального. Ну, с логической точки зрения, конечно, это неправильно, потому что, типа, тебя же ребенок не заставлял его рожать. И беременеть там в духе. Ну, с другой стороны, мне кажется, в этом и нет ничего такого криминального. Но я не помню, чтобы мне мама прям говорила, вот, я тебя в муках вынашивала. Ну, типа, не, я не помню. Наоборот, она мне говорила, что никто ей не замечал, что она беременна. Она была такой худенькой, так вроде все и легко было. Утром я просыпаюсь, у меня нормально ноги. Хотя все равно я нажимаю, след остается, ну, долго, короче, такое. Но вечером вообще трэш. Сегодня мы не опаздываем. Нам, как бы, в итоге было пофиг, что нам не рядом ехать, да. Мы, как бы, выбирали просто то, что больница хорошая, врача, разумеется. То есть для нас это было важно, а не то, что там ехать долго. Но ехать бывает реально долго. И мы в прошлые два раза опаздывали. И меня это я просто терпеть не могу, потому что мне, конечно же, неудобно. Ужасно неудобно. Но кому понравится, опаздывает. Мы же это, типа, не специально. И мы выходим нормально. Но пробки все увеличиваются, увеличиваются. И я сказала Славе, что все, сегодня мы еще раньше должны были выйти. Это я еще задержалась, сидела, что-то там докрашивалась. Мы приедем в 12.30. А прием у нас в час. Но, блин, лучше так, чем когда тебя врач ждет все равно. Хотя есть большая вероятность того, что мы вообще можем ждать нашего врача, потому что она может просто роды, блин, принимать. Но мы ее обычно даже так-то и не ждали. Я точно знаю, что мне нужно сделать в идеале. Я думаю, что, конечно, сейчас сделаем тоже КТГ. По поводу того, что я отекаю. Мне назначила врач таблетки Триампура. Но не каждый день их пить. Получается, я позавчера пила, и она реально... Вот это реально мочегонные таблетки. То, что мне до этого назначали, вообще не работало никак. А вот эту Триампуру я один раз выпила. Просто я даже, мне кажется, столько не пила, сколько из меня жидкости выходило в тот день. И я такая думаю, ну класс. Потому что я скидывала свои ноги, вам тоже прикреплю, врачу, что они вот так вот как бы отекают. Причем я думала, что это не сильные отеки. А оказалось, что это уже, ну, типа, и не слабые. Ну, короче, фиг знает. Завтра я пойду в женскую консультацию, принесу им свои какие-то анализы, которые не донесла в тот раз. И они дадут мне анализы. Брали, значит, у меня мазок, который берут на 36-й неделе. Как раз на 36-й и сколько-то дней я приходила в женскую консультацию, взяли мазок. В общем, если какие-то штучки-дрючки, типа, обнаруживаются, короче, что-то там антибиотики ошколят. Я не сильно углублялась в эту тему. Но вроде как это связано с тем, чтобы, когда ребенок будет рождаться, выходить по путям вашим, чтобы он что-то там, может, не наглотался, что не надо, всякой ерунды. Вот. Так что завтра заберу свои результатики. Позавчера сдавала анализ мочи для того, чтобы посмотреть, что там за белок у меня. Потому что, когда есть отеки какие-то, ну, вообще, в принципе, нужно сдавать мочу, понятное дело, потому что я давненько чуть не сдавала. Когда есть отеки, нужно что смотреть первым делом? Анализ мочи на белок, что его не должно быть. Если белок не обнаружен, то все, норм. И давление. Я так поняла, если выше 140, что ли, или не 140. Ну, короче, это погуглите. Но давление я не проверяю. Если честно, мне хватает того, что белка нет. И, ну, я так вижу, что, ну, да, есть отеки, но не такие, что прям, ну, типа, закачаться. Сегодня мы с вами посмотрим посылочки новые с ВБМ. Еще вам расскажу о том, как меня обманули. Короче, подсунули мне не то, чтобы там какой-то баль, мне подсунули прям говно. Короче, я заказала подстаканник на коляску. Оригинальный подстаканник Cybox для нашей коляски. Он стоит 2600 рублей. Ну, я так его примерно так и заказала. Там на 2500 с чем-то, что ли. Ну, короче, в чем суть? Суть в том, что он просто на разных сайтах там где-то по-разному стоил. Ну, я не знала сразу, что он стоит именно 2600. Короче, суть не в этом. Я его примерно так и заказала. Особо на отзывы не смотрела. Особо не смотрела на рейтинг, когда заказывала. Просто появилась, думаю, ой, надо скорее заказать. На ВБ. Заказала, и мне пришло такое говно девки. Вообще. Я, по-моему, рассказывала. Мне... А, нет, это я в Телеграме рассказывала. Обязательно на меня подпишитесь, потому что я там вообще такое рассказываю. Не накачайтесь. Я уже как-то что-то заказывала, мне приходило такое. Ну, типа, с браком, еще что-то. Там какая-то мелочь была, на которую я забивала. Мне неохота было какие-то возвраты, невозвраты делать, еще что-то. Но я теперь всегда буду отзывы оставлять, если честно. Мне так понравилось. Что-то, не знаю. Сегодня нам привезли деревянки какие-то. Слава не понял, на кой хер они нам. Да, это поставить в ванну. Надеюсь, что нам подойдет в ванну. Когда я заказывала, я не делала замеры нашей ванны. Написано было, что ко всем ваннам должны подойти. Так что посмотрим. Я вам расскажу тоже, зачем я эти деревяшки взяла. Что за деревяшки. Привезли мне, значит, какую-то срань. И все. Я оформила, что, типа, забирайте нахер свое говнище, возвращайте мои бабусы. Заявку рассматривают. Не знаю, как долго будут рассматривать. Может, вообще возьмут и не заберут. У меня этот кусок гэ. Но, блин, такое не забрать, это вообще. Я пойду жаловаться. Не знаю, устроить такой скандал. Я скандал такую тяню. В этот же день, когда мне пришло вот это гэ, я заказала с акушерства. Тоже такой сайт, магазин. Стакан. Мне пришел офигенный, оригинальный, классный стакан. Все как надо. Вот так. Так что, теперь жду, ну, в смысле, подстаканник. Теперь жду, когда мне что-нибудь там ответят. Типа, да, извините, конечно, принесите в любой пункт вылечи, мы вам ваши бабки вернем. Понятно, что они с меня захотят забрать денег за, там, возврат, еще что-то. Хотя, схерали, да, казалось бы. Ну, по логике. Ну, понятно, что захотят, заберут. Пофиг. Я лучше заплачу 100 рублей, чтобы у меня забрали этот некачественный товар, чем потеряю, там, там, 2 500, не знаю, сколько, я оставлю себе еще этот ужасный, некачественный товар. Я уверена, что я не первая, кто заказывает себе этот подстаканник. Он приходит говно, потом его приходится возвращать. Я видела в итоге в отзывах потом, кому-то приходил вообще тоже другой подстаканник. То есть, так же, как и мне пришел другой, и кому-то тоже пришел другой, не такой, как на картинке. Ну, типа, поняли? Не знаю, откуда они эти подстаканники берут. Какого-то китайского сайта заказывают, хрен знает. Нам нужен пятый подъезд, а рожает меня, Слава, привезет в 20-й, когда я ему скажу среди ночи, кажется, я рожаю. Так и не знаю. Я тебе так и скажу, кажется, началось. Ну, большая больница, конечно, ничего не скажет, уже не только люди рожают. Тут что только не это. И, ну, для детишек, понятно, и УЗИ, и МУЗИ, и послеродов, и дородов. Ну, короче, понятное дело, что это... Хотя парковка довольно-таки большая. А, еще забыла вам рассказать, что вчера ходила на новое наращивание ресничек. То есть, мы снимали старое, наконец-то, потому что я до этого довольно-таки долго ходила только на коррекцию постоянно. А когда ходишь постоянно на коррекцию, ну, то есть, да, как бы красиво, все равно красиво, но что-то где-то больше отросшее, где-то такое-сякое. Вот, поэтому, конечно, лучше делать периодически, ну, новое наращивание. Вот, нормально абсолютно полежала. За два часа, мне кажется, сделали. Даже не спала, мы болтали. Я всегда с собой беру подушку под спину, подкладываю, потому что у Оксаны, у моего мастера, такая анатомия, ну, какая-то форма кушетки. И когда ты не беременна, и на ней прям, ну, прикольно. Но когда беременна, понятно, что у тебя, получается, живот, типа, вперед вытаращивается, а спина прогибается. Это не очень удобно. Поэтому я с собой подушку ношу. Видали, какой арбуз? Вот, кстати, мои черные эти велосипедки для беременных. Я их сначала немножко, это, сказала, что они не очень хорошие, а по итогу, на самом деле, очень даже хорошие. В роддоме всегда столько беременняшек. Знаете, бывает такое, живешь-живешь, их вообще особо не встречаешь. А потом постоянно их встречуешь, когда сам беременный. Так вот мы идем. Прикинь, она сейчас скажет, ты рожаешь. Я такая, да? Ходил. Чего ты, Зай, подумаешь? Чего ты, Зай, подумаешь? Да, мы рожаем. Я Славе говорю, прикинь, я сейчас рожать начну. Он говорит, не, я не могу прикинуть, типа, он не готов еще. Там все да. Чего ты, Зай, не готов? Надо бы уже, это, быть готовым. Так, ребята, что ж, были мы у врача. Сделали КТГ, все супер-пупер. Все на наше себя отлично чувствует. Вообще лучше всех. Лучше нас. С вами взятых. Короче, молодец. Умница. Что, что сказать? Ну, в общем, врач сказала, что могу в принципе рожать. Ну, нет. Короче, мы не смотрели там раскрытия, не раскрытия. На кресле ничего не смотрели. Ребенок опустился. Она потрогала, пощупала. В прошлый раз она мне показывала, где голова. Ну, то есть нажимала. Слава каждый раз так переживает, когда я на животик нажимаю, чтобы пощупать, где малыш. Ну, я довольно-таки слабо нажимаю. И он всегда так переживает. Говорит, зачем ты в нее так тыкаешь? Не тыкай меня так. Ты бы видел, как они нажимают. Ну, ты видел, да, как они нажимают? У него вообще, у него прям... Слушай, я там что-то сломать можно. Он, короче, так милая, переживает за пупсика своего. Врач сказала, что пупсик наш опустился. Хорошенько опустился. Но не так, что прям вообще уже на выход все. Нет. Просто есть с чем хорошенько прям сравнить. В тот раз голова прям была высоко. Она говорит, в этот раз уже... Короче, говорит, процесс запустился. Вот. Получается, сегодня 37 недель и 4 дня. А, она говорит, 37 недель у тебя, да? Я говорю, и 4 дня. Она говорит, что, не считаешь? Я говорю, ну да. В общем, странное чувство. Она говорит то, что я, в принципе, готова рожать. Ну, в смысле, ребенок готов, все, уже процесс запустился. Ну, не то, что сейчас, типа, погнали рожать. Нет, конечно, мы ждем, когда ребенок захочет сам появиться на свет. Понятное дело. Отслеживаем состояние малышки. То есть, никто ничего не торопится. Мы никуда не опаздываем. Все нормально. Вот. Просто к тому, что могу хоть завтра начать рожать. А могу через 3 недели. Вот так вот, вот, интересненько получается. Так что, может быть, вы эти влоги смотрите. Я еще не родила. Или только родила. Не знаю. Я-то думала, что у меня уже давно выходят видосы беременные. А я уже давно родила. Но я уже не знаю. Еще раз спросила по поводу того, что мы с собой брать, не брать. Потому что мы с вами скоро будем собирать сумку в роддом. Я уже собрала сумки в роддом. Но в нашем клиническом госпитале, где мы будем рожать, вообще ничего брать не надо. Единственное, что можно взять, это, типа, какую-нибудь гигиеническую помаду, косметику, зарядку. То, в чем будешь выйти на выписку, ребенка в чем нарядить на выписку, ну, камеру там, не знаю, мужа не забыть, фотограф, все. Ну, типа, ничего реально не надо. Говорят, что некоторые вообще просто с документами приезжают. Ну, и документы взять. Кто-то просто с документами приезжает, а кто-то, понятно, со всем своим. Шампуни все, короче, там дают. Но я, наверное, все равно все свое возьму, потому что я такой человек, я люблю, ну, все свое, короче. Мне так спокойней. Я планирую разделить сумки. Я заказала на ВБ сумочки. Ну, что ж, я очень рада, что запустился какой-то интересный процесс. Это хорошо. Все идет по плану. Это супер. Вот. Ну, я уже поделилась в Телеграм о том, что девки, все, вообще, процесс опущен, живот, что-то там опустился. Малышка уже, ну, короче, у него план какой-то зарождается, пути отхода, скажем так, распланированным. Вот. И мне девчонки написали, что у кого-то тоже там на 37-й неделе опустился живот, а родила на 41-й. Так что понятно, что то, что живот опустился и малышка ниже стала, это абсолютно не говорит о том, что завтра, там, послезавтра, через неделю поедем рожать. В общем, следующий прием 5-го числа. Я тоже сказала, да? И, конечно, безумно интересно. Врач так сказала, то, что 5-го я тебя жду на прием, там УЗИ, все будем смотреть, на кресле посмотрим тоже. Ну, может, и выписываться уже будет что-то, ну, типа, реально непонятно. Еще раз повторюсь, врач сказала, может, что хочешь делать? Жить половой жизнью. Да-да, вы не ослышались, можно, это не запрещено. До ребенка ничего там не дотронется, не такая снется, и тогда это сами погуглите, блин, в интернете. Что-то хотела сказать. Слава мне не верит. Я села в машину, говорю, все, едем заниматься с тобой важным делом. Он говорит, ха-ха-ха, так я тебе и поверю. Я говорю, я тебе глянусь, врач сказала, так сказано. Это не то, что мне надо, нет. Просто можно делать, что хочешь, гулять, убираться. Ну, то есть, все. В любой момент, если я начну рожать, не страшно. Как бы все, уже можно. Я очень рада, что ребенок головой вниз. И я думаю, хотя я не знаю, конечно, наверное, такое бывает, что переворачивается. Ну, я надеюсь, конечно, что не будет такого. Но я думаю, что раз она уже прям ниже опускается, то, наверное, она скоро уже все тверже-тверже встанет. Плюс ребенок уже большой. Ну, то есть, понятно, уже нету столько места крутиться-вертеться, да, там позы менять. Поэтому я, конечно, искренне надеюсь, что все. Ну, то есть, мы уже встали как надо и крутиться-вертеться, на жопу садиться не будем. Потому что я, конечно, безумно хочу родить сама. Но я понимаю, что если так сложится, что что-то не сложится, ну, как будет, так будет, да. Если вдруг будет Кесарева, конечно, я не буду считать, что я, типа, если сама не родила, то, значит, там, если была Кесарева, то, значит, не рожала. Ну, типа, я не буду, конечно, так думать. Но просто хотелось бы, чтобы все было естественно, насколько это возможно. Ну, естественно, уж не будет, потому что я педуралки отказываться не собираюсь. Я считаю, что это бред. Ребята, вы видите, что же в этом творится? Как он вытаращился? А, она сказала, врач, что все-таки здесь ее жопа. Все-таки, как мы думали, короче, голова, потом спина, жопа, и сюда ноги, пяточки. Она прям тыкала пяточки. Ну, это сейчас этот мистер в схватках, наверное. Очень твердый живот. Прям вообще. Ну, я думаю, что вы видите, какой он интересной формы. Вот отсюда посмотрите. Сейчас его отпустит, он будет опять просто кругленький живот. А иногда он вообще таких форм необычных. Я прям смотрю, думаю, господи. Тело женское. Это, в общем, что-то невероятное. Девчонки, я забыла вам рассказать. Я не сомневалась в том, что у нас родится девочек рак. Но с сегодняшнего дня, с 22 июня, это стопроцентная инфа. Все. Теперь уже никаких намеков на близнецов не может быть. До 22 июля рак. До 22 я точно рожу, потому что там уже будет сильно, ну, как бы, перехаживать. Так уж никто не даст, конечно. Ты рад, что будет рыбные у нас ассорти? Конечно. Так, мило. Я Козерог, а вы два таких водных жителя. И мы вместе отлично дружим, потому что мы живем с вами в каком-то Эдеме. Вы плаваете в чудном, прозрачном озере. А я, как Козерог, подошла отхлебнуть водички из этого озера. И мы в этот момент с вами болтаем. Понимаешь, как чудно? Обмениваемся энергией. Я вот все говорю, жалко, что в гороскопах нет щуки. Рыба, рак, щук. И лебедя. Ну да, лебедя. А что, птиц нет никаких, кстати? Помню какую-то картинку смешную. Что же за картинка такая была? Там вот эти вот, ну, как это, зверьки, не зверьки, что их вообще, типа, не существует в природе. Овен. Ну, овен, это, наверное, как, не знаю, овца, может, какая? А Козерог, типа, как коза, наверное. А, я понял, ты про название, что Козерог. Ну, и название. Кожди, но Козероги есть, нет? Кто, б***ь, Козерог? Ты видел когда-нибудь в жизни Козерога? Овна, ты видел когда-нибудь? Овен, да, есть. Кто такой Овен? Окей, водолея, б***ь. Ты встречал, как-то? В своей жизни. Близнецов ты, например, видел? Ну, типа... И льва я видел. Нет, ну лев, да. Ну, я и говорю, что, типа, некоторых же, ну, так-то не существует. Ну, некоторые. Лев, дева. Просто тёлка, типа? Ну, это странно, в этом и суть, что это странно. Весы, скорпион, скорпион есть. Стрелец, стрелец. Стрелецкий горный козёл, это Козерог, типа. Хорошо. Ну, водолей. И овен есть. Ну, а водолей. Овен тоже же это... Ну, понятно, что это есть выдуманное. Просто вот сами вдумайтесь, насколько это странно. Ну, получается, что мы с вами хотя бы какие-то понятные. Ну, не мы конкретно с вами, а вот я, Слава, дочь наша. Получается, Слава, рыба. Овен или баран. Представляется, как накопытное животное, относящееся к группе пола-рогих. Ну, так я и представляла, что это какая-нибудь овца или баран. Ну, да, весы, конечно, нет животного такого. Ну, и вообще неодушевлённые, получается. Ну, так же, как и близнецы. Так что близнецы? Ну, а почему все знаки зодиака должны быть животными и существующими? Да не то, что должны быть, просто вопрос, а почему так придумалось? Сама постановка вопроса у тебя, ну, типа, офигеть, зодиаки не животные и не живые. Ну, а что такого? Ну, тебе, это же знаки зодиака, блин, ну... Ну, я просто к тому, что выдумка какая-то, ну, типа, знаешь, с чего это вообще? Ну, это со звёзд срисовывалось что-то, понимаешь? И там потом уже и придумывалось. То есть, как бы это, ну, ну и да, звёзды. Чё сказать? Если бы там были звёзды нарисованы в виде члена, был бы какой-нибудь член. Родиться бы в нём в годах, в годах, в годах тоже. Не, ну, с годами всё понятно. Там звери просто, животные. Петух. А, ну, есть дракон. Не, ну, тоже, типа... Ну, хотя тоже, блядь, вы видели дракона? Только в мультиках, наверное, ну и в фильмах. Так-то. Кстати, так интересно, я в год быка, наша дочка будет в год кролика. А я собака. А ты собака. Любимая моя. Обожаю собак. Собаки, они вообще... Хорошие. Друг человека, верные. Ну, вот с водолеем только непонятно. Водолей. Существо. Фото. Есть. Водолей изображен просто как мужик, который льёт воду какую-нибудь. Ну, потому что это звёзды. Вот это вот так звёздное небо состоит из этих точек. Ну, а чё именно человек там? Ну, потому что они взяли это, совместили точки, посмотрели на картинку. О, так, а чё это может быть на чё похоже? Да, действительно похоже. Типа, вот они так... Короче, звёзды там вообще по-разному напиханы. Просто там кто-то сидел, фантазировал, подумал, блин, из этих звёзд можно соединить человека, который что-то льёт. Да, будет водолей. Хотя тут вообще можно соединить, чё хочешь. Ну, да. Посмотри, вообще никакой связи. Как говорится, так исторически сложилось, вот и всё. Посмотри, из этих звёзд можно было, чё хочешь сделать, так-то. Не, просто это интересно. Очень интересно. Очень интересно. Очень познавательно и увлекательно. Блин, жизнь такая интересная штука. Вот вчера я была на ресничках у своего мастера Оксаны. Всем рекомендую. Она офигенный мастер, просто самый лучший топовый. Я её очень люблю, ценю. И мы с ней болтали. Про роды болтали. У неё есть сын. Всё, она мне рассказывала, как у неё там чугло. А ну, ещё раз. Оксана – это Ксения или Ксюша? Оксана – это Оксана. Это и не Ксения, и не Ксюша? Да. Это отдельное имя, да? Ксения, Ксюша – это одно. Ксения – полное имя. А Ксюша, типа, короткая. А Оксана – это Окси? Ну да, Оксимирон. Ну, Оксана – это Оксана. И как раз она мне рассказывала о том, что у неё за одну ночь вообще живот опустился. Он говорит, у меня был нормальный, потом за одну ночь просто опустился, хоп, и всё. Ну, то есть прям сильно опустился. Она говорит, ну, бывает постепенно, потихонечку, помаленечку. У неё просто хоп, опустился и всё. Ну, короче, болтали. И у меня, типа, блин, в этот вечер опускается живот. Ну, я уже думаю, не то, что сильно, но всё равно заметно стало, что ниже ребёнок опустился, живот опустился. Я думаю, ничего себе совпадение. И о чём мы с ней ещё болтали? Про школу, про образование. Ну, у неё ребёнок в школу, хоть всё, короче, болтали. И что-то вспоминали по поводу того, что, ну, она говорит, что когда она училась, была эта астрономия, ну, типа, звёзды, вот это всё интересно, про космос, что-то там рассказывали. Ну, то есть был такой предмет. И мы с ней просто обсуждали, что как жаль, что вот каких-то таких классных... Ну, короче, про учёбу просто говорили, что было бы интереснее, конечно, учиться, если бы ещё и интересного всё это преподносили. Вот ещё сложно. Про образование, конечно, долго можно говорить. Потому что учитель — это призвание, понимаешь, а не профессия. А если кто-то идёт просто как-то на профессию, то это уже получается, ну, неинтересная история. Ну, это страшно. Просто чувак, который рассказывает какую-то инфу, которую прочитал в книжке, ну, типа, неинтересно. Вот и всё. А если человек по призванию, который, ну, этим болеет, же, ну, многие же видали таких учителей. Конечно, есть хорошие. И у себя в школах, да, там, и у детей. Ну, я, короче, много таких видел на моём веку. Так кто ж не видел, блин, таких? И хороших, и очень плохих, и очень средних. Я вообще сменил три школы. Просто вспоминали что-то про то, что вот у нас, например, на географии мы что делали? Сидели, болтали, в телефоны играли. Ну, типа, да. Что-то я помню только про тектонические плиты. Ну, всё, ну, то есть и таких предметов очень много было. Грустно, грустно, потому что мне неинтересно было учиться. И неинтересно, потому что, а что, ну, как бы мне интересно, ничего не рассказывали, чтобы мне было интересно? Ну, типа, из-за того, что у нас есть интернет, разные ролики какие-то интересные, научные, ненаучные. Ну, то есть, вот даже я не помню, чтобы у нас хоть один раз на уроке химии хоть один был опыт. Вот не помню вообще. Да, может, я в какой-то день не пришла на химию, там, блин, вдруг опыты какие-то проводили. С дымом, все в очках сидели такие. Нет, нихера такого не было. И вот, типа, спрашивается, а чё? Ну, то есть, по сути, вот тоже мы с Оксаной говорили, что у неё сын, у них тоже ни хрена никаких опытов, ни опытов, ничего такого нет. Он просто это смотрит где-то в интернете, если ему интересно. А в чём прикол тогда вообще? Ну, то есть, просто задачки решать, это понятно, но ведь предмет может же быть интересным, а не только, типа, нудным. Грустно это всё. И так много где. Вот тоже по ОБЖ я вспоминаю. Всё, что у нас интересного на ОБЖ было, это то, что нам дали противогаз посмотреть, понимаешь? Мы его одевали. Мы тоже одевали, фоткались, хиппали. Мы стволы это разбирали. Вот, Оксана тоже мне сказала, что у них всякие сборы были, на которых и мальчиков, и девочек отправлялись, стволы они разбирали. Я говорю, не, у нас такого не было, у нас только мальчиков куда-то отправили, они там стволы поразбирали, а мы, я не помню вообще, что делали в тот день. Ну, типа, вообще ничего такого классного. Хотя вот в музыкальной школе, в которой я сначала училась, у нас, например, на технологии там девочки вышивали крестиком, не крестиком. Я думаю, что потом, я просто ушла с этой школы, наверное, они, может, и готовили там что-то, не знаю. Потом, когда я перешла в другую школу, в которой я уже доучилась 11 классов, у нас что на технологии было, знаете что? А ничего, мы проверяли свое домашнее задание, которое там, типа, подготовили. У нас обычно первым уроком стояла технология, никто на нее не ходил, потому что там ничего не было. Не готовим, ничего-то интересного делаем. Нет, просто садитесь, проверяйте, как вы подготовили домашнее задание к сегодняшним урокам. Охеренно! Я на этих уроках обычно сидела, фоткалась на телефон. У меня еще был старый аккаунт в запрещенке, и фильтры еще там всякие были такие популярные, и я просто спамила. Никогда не забуду, у меня там было, не знаю, 19 тысяч фотографий, все одинаковые. Я их, понятно, не обрабатывала, просто сразу фоткалась, выставляла, фоткалась, выставляла. Реально? Да. Офигеть. Я сидела на уроке, просто могла в день 30 фоток выставить. Не знаю, нахера. Я просто помню, что папа мне тогда сказал, что он от меня отписался, потому что он не может уже этот спам. Я спамила фотками просто реально. И это, конечно, угар. Потом я, по-моему, удалила этот фотографий. Посмотри, кем ты стала. Да, между прочим. Сейчас бы хоть одну фоточку, блин, в три дня выставляла бы. Да все, руки никак не доходят. Ну, реально. Вот тоже я Оксане рассказывала, вспоминала историю. Вот как с бабушкой мы готовились, что-то учили. И бабушка каждый раз, когда читала то, что у нас там за параграфы задают, она каждый раз возмущалась, сказала, зачем? Зачем вам это вообще? Ну, даже не то, чтобы нам это знать не надо, а просто забивают голову всем подряд. И то, и все, и пятое, и десятое. И в итоге ребенок, да, там, подросток, ни хера из этого не запоминает. Ну, типа, нет вот какой-то, не знаю, дозированной, не дают информацию, чтобы хоть что-то усвоилось в башке. Потому что напихивают все подряд, и все подряд ты должен, типа, знать. А в итоге ты ни хера не знаешь. Ну, короче, вот, не знаю. Вот это, вот это грустно, да? И я понимаю, что чтобы ребенка чему-то научить, да, ты его, понятно, в школу отправляешь. Ну, есть, конечно, разные школы. Но по факту, чтобы ребенка чему-то научить, классно. Это надо просто репетитора еще нанимать, и ни одного. Такое вот счастливое детство у ребенка. Помимо того, что ты ходишь в школу, ты еще должен кучу времени тратить с репетиторами заниматься, и еще родители тебе должны учить дома. Лучше пусть ребенок будет чем-то полезным занят, чем это жилье цеха попала. Просто, понимаешь, можно ходить в школу, а потом ходить, например, на разные какие-то интересные кружки, гулять там в парке, делать домашние задания, ну, как-то, какую-то другую жизнь. Я про кружки, да. Да, а так, получается, ты ходишь в школу, и все, что ты в школе должен изучать, ты там не изучаешь, потому что тебе нормально не обучают. Да, и приходится еще и дома это изучать. Повторять уже с другими людьми. Я вот про это говорю. И что это за жизнь такая у ребенка? Я не хочу такой жизни у своего ребенка. У меня была учительница по русскому языку, которая любила как-то, ну, типа, подстебать в духе. И я, честно, на всю жизнь это запомнила, что, да, я всегда любила там за собой ухаживать, краситься, марафетиться, наряжаться и так далее. Ну, как бы, любила всегда. Мне это нравилось всегда. И в школе, и, понятное дело, что я там, может, училась не на пятерке, но зато всегда при марафете была, знаете. И учительница, я помню, в классе при всех, хотя я была, можно сказать, ну, как мелкая, так, подросток, могла бы и вообще не обратить внимания даже на ее слова, но они меня не то, что задели, но я поняла, что она имела в виду. Она просто называла меня тупой на весь класс. Она сказала вот что, если бы за красоту ставили, типа, оценки, ты была бы отличницей. Типа, Юля, если бы за что-то красоту ставили... Ну, вроде как, это, знаешь, вот этот вот комплимент, чтобы обосрать как-то. Типа, сказал вроде, как приятно, но при этом жестко обосрала. Ну, то есть, я, понятно, что я ей скажу, типа, э, ты что за базаром с людьми? Понятно, я ничего, просто я офигела. И все. И я сделала вывод на всю свою жизнь, я запомнила то, что она мне сказала. Слово именно призвание вот и описывает всю суть, вот самую важную. Это когда, ну, учитель любит свое дело, умеет донести до ученика и как бы знает, что донести, как правильно это сделать. И это призвание. Ну, да. Ну, слушай, это как и врач тоже, извини меня. Есть же люди, которые там крови, например, боятся. Вот я считаю, что тоже не каждый же человек может стать врачом. Вот страшно, да, как я говорю, бывают какие-то моменты, где не страшно, когда человек не профессионал, ну, типа, не профессионал. Ну, как бы это никак не влияет, сильно не повлияет, скажем так, на жизнь людей. А есть моменты, где все, если ты не знаешь свое дело, то жесть. Ну, это то же самое сказать, что вот, например, там, я блогер, да, хотя нет такой, как в духе профессии, профессии. Блин, интересно, будет когда-нибудь такое, что вот прям официально там? Конечно, будет. Еще у людей нет, ну, еще в голове не сохранилось, что это прям профессия. Они еще мыслят старыми, ну, шаблонами, что блогер это нифига не профессия. Просто мне кажется, что все-таки блогер это как собирательный такой, знаешь, это и журналист, может быть, да, и визажист. Ну, слушай, так же считают, что музыкант тоже не профессия. Да? В смысле? Ну, как у тебя, извините меня, ты поступаешь в институт? Я тебе говорю уже, об этом же и говорю, что музыкант тоже считается, ну, не такая уж прям профессия-профессия, типа, как хобби считается. Но есть целые университеты, которые учат музыки, то есть, ну, типа... Нет, мне кажется, это все-таки разное. Да что? Мне кажется, это просто отношение людей, что кто-то может относиться к музыкантам. Не серьезно, но есть официальный диплом, что-то это. Так я также говорю, что с блогерами будет точно так же, просто чуть попозже. Будут такие же университеты, в которых есть, типа, уже вот эти вот курсы внутри блогерства. Да, быть блогером, сделать, стать блогером. Ну, типа, это уже есть, просто это еще не, типа, на таком уровне, чтобы зафиксировано, что вот есть блогер. А вот ты представляешь, насколько это интересно, ведь каждая профессия... Ну, просто прикинь, в школе ты учишься, и тебе надо сдать экзамен, типа, снять классный видос, например. ЕГЭ, блядь. Сними, смонтируй, и это надо делать в течение вот трех часов. Ну, тут же тоже важно, просто снять видос или снять видос красивой о школе, рассказать о ней, как здесь проходят уроки, где здесь физкультурный зал, раздевалка, там, бассейн. Ну, понимаешь, то есть, вот это рассказать интересно. Можно пофантазировать на эту тему, напишите в комментариях, что думаете, мы сейчас за кофе, да, пойдем? Да, конечно. Просто, например, когда ты поступаешь на, там, не знаю, журналиста, понятно, там есть вступительный экзамен, например, техника, нет, техники речи не было, сочинение пишешь. А почему техники нету речи? Как предмет есть, я имею в виду вступительный экзамен. У меня, что, было сочинение, там надо было написать, и в устной части, как бы, представить себя какой-то классный, клевый. Никогда не забуду, как я поступала. Кстати, периодически люди пишут, типа, уверены, что я вообще нигде не училась. Ну, можно так сказать, что, по сути, я реально, ну, в институте нормально не училась. Но я поступала в институт Митра, отучилась там нормально, вот прям нормально отучилась один год. Второй год уже что-то как-то не очень пошло, а на третий я уже не пошла, потому что институт лишили лицензии. Я забила, ну, скажем так, хрен, все, ну, болт, да, забила, но я все-таки ходила, училась, чуть-чуть, правда, но ходила, и поступила, и литературу в ЕГЭ сдавала. Так что не такая уж я, а то бывает, я где-то говорю, что, ребята, я там училась, а у меня была тоже какая-то, хоть и недолгая, и не супернасыщенная, но студенческая жизнь. И люди такие, что, она нигде не училась, что она несет? Училась. Просто с того момента у меня даже особо каких-то видосов нет, но правда это было. А если какие-то видосы есть, то они у меня, наверное, старые и просто закрытые. Вика, короче, пытается решить тест. Ей помогает Сирия. Ну, как помогает? Не помогает, не очень. Дозволением является действие в экстремальных случаях. А, действие по усмотрению. Б, немедленное действие. И С, действие в будущем. Вот что мне удалось найти в интернете. Что с дозволением является действие в экстремальных случаях. И я особо там не снимала еще, потому что у меня заочка была. Ну, короче, я просто помню... Можем, кстати, ходить. Короче, просто когда я поступала в институт, у меня там тоже были вступительные. И мне нужно было на собеседовании что-то про себя рассказать. Я помню, что на экзамен люди приходили с целыми папками, вот такие подготовленные. Короче, прям такая движуха-движуха. А я пришла с голыми руками, только со своим YouTube-каналом, на котором было что-то миллион подписчиков. И я пришла, короче, такая... Сижу, что-то у меня спрашивают. Ну, вот кого вы там знаете, каких журналистов. Я такая, ну, малах, вот, да. Такая, типа, вот, ну что вы, кто вы вообще, куда? Я говорю, я блогер, у меня уже миллион подписчиков. Ну, короче, вот с чем пришла я. Вот было мое портфолио. Показала свой канал. Сказала, что у меня большие просмотры. Я и тревел, и бьюти, и того и сего. Ну, короче, все снимаю монтирную. Ну, в общем. Есть всякие, типа, школы новых медиа, институты масс-медиа. Есть, как бы, кафедры, типа, которые близкие к блогингу. Но это придет со временем. Потому что прям конкретно института блогеров, конечно же, нет. Но нужно еще понимать, что блогинг – это тема поколения Z. То есть это, как бы, новая профессия, которая появилась, ну, типа, вот, ну, после нулевых. Соответственно, ну, это супер молодое, ну, молодое, молодое, как бы, это течение. Ну, понятно дело, слушай. Поэтому, конечно, институтов еще таких не построят. Так, девчонки, мы уже дома. Заказала, значит, я вот такую, такие две деревяшки. Ну, я надеюсь, что я не сглупила. Ну, что-то мне кажется, они такие широкие. Ну, наверное, должны подойти. Короче, я их зачем заказала? Чтоб класть на ванну и на эти деревяшки класть ванночку детскую. Может, я не знаю. Надо протестировать. В любом случае я найду, кому их отдать. Блин, на дачу нам пригодится. Еще кого-нибудь. Найду. Они недорогие вроде были. Или дорогие. Ну, в общем, ладно, сейчас протестим. Скажу вам одну интимную подробность. Короче, помните, я болела? До этого я вам рассказывала, что у меня молочные железы начали, ну, работать, молозивы, все дела. Когда я заболела, у меня все это прекратилось на несколько недель. Я, ну, не то что перепугалась, но подумала, блин, а вдруг что-то случилось, и там у меня не получится грудью кормить. Ну, короче, знаете, такое, ну, типа, все же было хорошо, потом я заболела, вот. Но оказалось, ничего страшного, так что если вдруг у вас такое происходит, то есть вероятность, что просто, ну, типа, сейчас затишье, скажем так, и потом опять начнется. Так вот, у меня просто одно время активно, ну, прямо вот это вот молозиво шло, и я, то есть, даже пользовалась всякими разными приспособлениями. Но не прямо вот этими прокладками для груди, потому что они слишком, слишком, как-то сказать, не настолько много, короче, этого молозива, чтобы пользоваться прямо вот этими прокладочками. Вот, но что-то надо было использовать. Короче, и когда я заболела, у меня все, ну, ничего не шло, довольно-таки, ну, месяц, наверное, точно, я не знаю, ну, может, не месяц, но, ну, может, и месяц, не знаю. Короче, какое-то количество времени. Потом опять запустился протест, так что это я просто к тому, что я даже в интернете смотрела, читала, думаю, что такое, а вдруг что-то не так. Ну, на самом деле, нет, ничего страшного, просто, видимо, там что-то почистилось, потом какое-то затишье, потом опять началось. Ну, как вот эти протоки, не знаю, откуда молоко потом будет, не знаю, чистится, не чистится, готовится, подготавливается, ну, короче. Беру ножницы, чтобы хрень-то протестить. Рассказала просто потому, что мне кажется, что это прикольная инфа. Заказала я эту хрень для того, чтобы не нагибаться низко к ребенку в ванночку. Очень надеюсь, что она встанет. И будет безопасной. Ну, не очень, скажу честно. Она-то встала, но должно быть не так. Вот эту хрень бы подвинуть сюда. Наверное, чтобы как там было. Все равно мне будет страшно. Я буду переживать, что она вот так вот отодвинется и упадет. Поэтому вот эти херни, вот эти, они должны быть здесь, за ванной. Короче, вот так это выглядит. Их можно, понятно, раздвинуть, еще что-то. Короче, вот, смотри, что я заказала. Да, мне кажется, здесь можно изменить самим. Потому что здесь можно открутить вот эту палку, и, я думаю, присверлить дальше. Она просто будет оберегать, скажем так, от упадов. Короче, в чем проблема, что вот эта херня, ей бы быть здесь. Во-первых, чтобы наклона не было, и чтобы она не шаталась. А смысл в том, чтобы на эту хрень поставить ванночку с ребенком. Да, ее можно, наверное, переставить. Ну, я увидела, что там откручивается, поэтому, я думаю, спокойно можно открутить. И подальше эту палку прикрутить. Да, я думаю, вообще все супер, да? Просто забить ее подальше. Надо померить, наверное, чтобы прям хорошо, чтобы завала впритыкнула. Ну, класс. Все равно там, конечно, небезопасно, да? Да нет, если я вот здесь сейчас прицеплю, то вообще пофиг. Типа она не сорвется, здесь невозможно ей упасть. То есть ее надо будет вверх поднять, она не сможет скатиться вниз. Вот нам надо сделать так, чтобы она сюда, типа, да, не... Ну, вот, да. Нет, если я здесь закреплю, то все будет нормально. А, ну, супер. Что сказать, у нас тут в этой комнате царит просто милейшество. Из новиночек. Вот такие штучки. Я здесь уже постелила белье и накрыла этим самым, чтобы пыль, не пыль, потому что я же не знаю, куда я рожу, может, за секунду. У меня, конечно, такого не будет. Вот. Что еще? Это моя рубашечка. Поставила туда этого милого дружечка. А, еще, кстати, кто-то подумал, что это имя нашей дочки. На самом деле это просто название бренда Нина. Вот. Здесь ничего не изменилось. Это наше покрывало с кроватью. Пришел мне вот такой вот матрасик. А, я вам его, по-моему, показывала. Надо мне смонтировать последнее, что я снимала. Потому что я уже не помню, что я там вам показывала, не показывала. Что у меня тут интересного? Тут ничего такого прямо интересного не изменилось. Такой у меня контейнер еще появился. Не контейнер, а этот. Какие-то салфеточки спиртовые есть. Вот такое. Ну, это вы знаете, в принципе, ничего такого интересного, нового. С липким слоем какие-то штучки. Что, что, что. Мы были в детском мире. Мы были просто в торговом центре. И захотелось идти в детский мир. И взяли вот такую вот бутылочку. Антиколиковый. Долго стояли, думали, какой нам взять. Взяли вот такой. Надо смотреть по месяцам. И там где-то быстрее поток, где-то медленнее. Ну, короче, вот эти штучки. Тоже важно на них обращать внимание. Тут у меня собранные вещи в роддом. Но я заказала сумки другие. Поэтому я буду все перекладывать. Поэтому сейчас не буду вам показывать, что я там собрала. Уже когда придут сумочки, я вам буду показывать, как я буду перекладывать как раз. Заказала я игрушек вчера. Точнее, они вчера пришли. Заказала-то я их давно. Но четыре игрушки. Так, три. Вот такие. И здесь есть вот такие вот крепежи. Разные игрушки. Я их туда кинула, потому что там у меня то, что на стирку. С разными всякими классными штучками. Видите, какие яркие. Сама заказала. Не подарили. Сама взяла и заказала вот такие вот яркие штучки. С разными всякими трясутся. В общем, самое то для ребенка. И к нам едет тренажер. Я вам его покажу в следующем, наверное, видео. Не знаю. И как раз для этого тренажера я и заказала эти игрушки. Также эти игрушки можно хоть куда. Хоть вот сюда можно их на кроватку прицепить. Ну, куда-нибудь. Не знаю. Или вот сюда хоть повесить. Вообще не важно. Реально. Ну, конечно, так, наверное, мы уж вешать не будем. Но, в общем, можно куда угодно. Ну, хоть на коляску, хоть на автолюльку, например. Их можно стирать при температуре 30 градусов. Позиционер, что ли, так называется правильно. Вот. Ну, да. Всякого я, конечно, заказала. Здесь у меня чехол от подушки для кормления. А он, она как выглядит, без чехла. Вот чехол тоже буду стирать, понятное дело. Мягко, плотно, должно быть удобно. Не знаю, пригодится, нет. Видела много комментариев о том, что кому-то вообще не пригодилось. И полное фуфло. Кому-то очень пригодилось, очень помогало. Поэтому я просто понимаю, что не попробуешь, не узнаешь. Что тут еще? Да вроде ничего. Сейчас вам покажу, в какой мне подстаканник пришел. Вы закачайтесь. Ну, что ж, мы сейчас проводим тест без ребенка. Чтобы, когда мы сюда вот таким же интересным способом положили ребенка, чтобы все было хорошо. Удобно положить. Кстати, нам лейку бы сюда тоже новую. Только я не буду ее, пожалуй, оба убили сырскать. В общем, набираем воду. Вот, Слава, сделал, но все равно из-за того, что ванна закругленная немножко вот там, если как бы на себя сильно тянуть эти штуки, то может, типа, вывалиться. Но я думаю, что с тяжелой ванной сверху все будет окей. Как здорово. Хочу в эту ванню. Ну, да, конечно, минус такого плана то, что типа, воду вот так приходится набирать, а не вот этот открыл, как это обычно бывает, да? Да, какая разница. Не думаю, что так быстрее будет. Нет, ну так быстрее будет, сто процентов. Обычно же ванну тоже так набирают. Можно на этом режим включить быстрый какой-то. Да нам ее поменять надо, чтобы она помощнее была. Вот так будешь купать здесь свою принцессу? Так будешь убрать водичку ее? Да. Ну, классно я придумала. Это кто-то у меня из подписчиц, кстати, написал. Закажите что-нибудь такое, чтобы спину не надрывать. Есть еще, я видела в интернете, такие же, как у нас на даче есть, как сидушка, понял? Может быть, она была бы более, типа, устойчивой, но что-то меня, короче, смутило. А, я подумала о том, что она будет много места занимать. Это на сто процентов устойчивая, если просто не шатать. Ну, это типа вот так вот не шатать. Я думаю, так и не получится. Она какая тяжелая стала сейчас. Она четко, точно рассчитана по весу, стоит все правильно. Ну, да. Планочки я местами поменял. И, типа, это вообще безопасная штука, короче. Я тоже так думаю. Понятно, что мы так не будем ставить, когда ребенок уже будет, знаете, сидеть активно там что-то делать. Конечно, нет. Ну, пока малышка маленькая. Ой, мне так уже хочется в эту ванну самой купать. Так, ну все, больше что-то набирать не будем. Ну да. Стой-ка, я еще проверю. Я думаю, тебе надо сесть в нее, чтобы проверить. Я прям не толкаю, ей вообще пофиг. Ну, конечно. Слушай, там малыш маленький будет. Не, вообще все нормально. Главное, что из-за тяжести не шатаются вот эти нижние. Да, вообще невозможно пошатать. Потому что тяжесть давит, и оно не должно вообще никак двигаться. Теперь, знаешь, чем я хочу, чтобы мы с тобой разобрались? Я на даче с такой же штукой пыталась разобраться. Не-не-не, не сливай. Есть у меня одна штука, которая не дает мне покоя. У нас такая же к другой ванночке, но я думаю, тут должно быть все супер. Давай вот эту херобору прикрепим. Прям не бойся мочи ее, она для этого создана. Я не понимаю, как она у нас будет крепиться. Может, какую инструкцию посмотреть? Она как-то крепится, типа, за ванну, посмотри. То есть прикол в том, что она крепится как-то под ванну, вот эти штучки. Но суть в том, чтобы ребенок оказался в положении, ну, не сидячем, но и не вот так вот, как на море загораешь. То есть... Так, ну, крепление явно... Может, ниже есть что-то? Нет, конечно. Короче, должно быть как-то натянуто. Я просто не понимаю. Ну, то есть ребенку сюда положишь? Нет, это именно для этой ванны. Для этой? Для этой ванны. Я тебе не гоню. У нас есть вот такая, то, что прям с этой ванной пришло. Но я дополнительно к этой же ванне, к ней идет, вот такую штуку заказала. Просто на даче с той ванночкой, которая у нас есть, помнишь? Я пыталась разобраться. Я вообще не знаю, что. Чуть с ума не сошла. Ребята, мне потребовалось открыть свои покупки на ВМБ. Слава, конечно, офигел, когда увидел, как долго я листала. А ты что хотел? Забыл, сколько курьеров к нам приходили? Короче, оказалось... Нет, я их знаю лично в лицо. Мне кажется, что я его узнаю даже через 10 лет, блин. Короче, надо было просто вот эту штуку вот так вот закрутить, чтобы она стала короче. И мы это поняли, просто посмотрев на картинку и поняли, что она что-то там короче, а у нас еще длиннее. В общем, это меня и волновало, что типа не может же она просто прям лежать. Оно должно же быть с каким-то наклоном, чтобы голова все-таки не эта. Ну и тут, чтобы мы не сидели совсем. Ой, я хочу уже здесь сама плавать. Хочу в бассейн. Пошли в бассейн. Какое чудо. Ой, как приятно в ванночке. Может, мне в ванну принять? Смотрите, как уютно. Ну, прикольно получилось. Мне нравится. Вот так удобно сливаешь. Я чуть-чуть подвинула, потому что она у меня сначала стояла вот так, и вода не шла. Я подвинула, чтобы в дырочку уходила. Класс. Слушай, все классно придумано и очень даже это офигенно получается и удобно. Эти штуки, они прям как, знаете, как столик. Чуть ли не столик, сидушка на ванну. Вот что-то такое я искала. Так, писала. То есть, очень часто бывает такие заказывают, знаете, чтобы лежать, принимать ванну. Сюда поставить бокал вина, сыр, там планшет сериаловый, вот это вот все. Там есть всякие столики в ванну, сидушки, стулья в ванну. Ну, короче, что-нибудь такое можете поискать и найдете. У нас сейчас дома не очень чисто. И раковину все надо помыть. Как раз я говорила, что вчера хотела этим заняться. Займусь сегодня. И у нас есть даже, где это хранить, если недалеко куда-то уходить. Можно сюда поставить. Ну, либо вообще туда спрятать за этот самый. Так что... Просто есть еще сидушки, как у нас на даче. Она прям вот такие тут силиконовые и прям углубление, и ты сидишь. Но я просто поняла, что если я закажу даже две вот такие сидушки прям, то их просто, ну, тяжело будет в квартире куда-то заныкать. А эти все-таки узкие и очень удобно. Ну, не знаю, видно ли так, что опустился. Видно ли здесь, что опустился. Сейчас он как будто не сильно выглядит опущенным. Как будто и не опущенный, если честно. Но он у меня прям был вот прям внизу совсем. Даже не знаю, как показать. Ну, короче, все равно вот здесь прям сильно тяжелее стало. Вот есть и грудь, ребра. Так, девчонки, я вам готова продемонстрировать ту ужасную продукцию, которую я получила. Но это вообще ужас. Во-первых, какой вывод я сделала по поводу всех вот этих приколюшек заказывать? Ну, как минимум, СВБ точно. Если что-то хочется заказать, вот, типа, игрушечки, финтифлюшечки, там, какие-нибудь разъединители, органайзеры. Ну, короче, какой-нибудь такой. Если хочется заказать что-то дорогое, почему ты хочешь быть на 100% уверен, что придет оригинальное. Ну, то есть, какой-то, как бы вам пример выяснили, ну, не знаю, например, шезлонг для ребенка. Хотя, да, конечно, есть там официальные представители, еще что-то официальное. Ну, то есть, грубо говоря, не знаю, можно как бы рискнуть много чего заказать. Я заказывала много чего СВБ, и многое мне приходило супер вообще качество. Я была очень довольна. Да, даже ванночку я заказывала с Валберес. Хотя я спокойно могла ее заказать, например, на официальном сайте. Happy Baby у нас от Happy Baby вот эта ванночка. Могла заказать, да, где угодно, на акушерстве. Ну, короче, я заказала свой вывод, потому что мне просто удобно. Я там, типа, лежу такая, кучу всего, но выбирала, назаказывала, и все. Но все равно я делаю такой вывод, что есть какие-то штуки, которые лучше заказать, ну, может быть, с другого какого-то сайта. Не знаю. Самое главное, я не смотрела особо на отзывы, когда заказывала вот этот подстаканник. Не смотрела на отзывы, на рейтинг, просто я увидела, что он в наличии появился. Я быстренько его добавила, потому что его, типа, не было в наличии. И все, типа, и купила. Я его еще ждала. Короче, прикол. Приходит мне вот такое чудо. Такой вот подстаканник. Просто хочу, чтобы вы видели, какая коробка пришла. Просто она уже жизнью помучная, я не знаю сколько. Но я такой человек, мне как бы на коробке пофиг. Я их сразу выкидываю, мне на них все равно. Ну, как-то тяжело она ехала. Но в целом, да. Что мне, значит, приходит? Такое вот чудо. Тут какие-то дырочки. Чтобы вы понимали, вообще не то, что нарисовано. То есть тут нарисовано без дырочек внутри. Внизу. Тут с дырочками. Вот эта хрень, я вообще не знаю, для какой коляски. Она даже не подошла на нашу коляску. Ну, то есть подумаешь, что какая-то просто, ну, типа, там, не подделка, а, типа, просто какой-то другой подстаканник, который тоже можно натянуть на асайбокс. Но нет, он даже не подходит. Просто я вам сейчас покажу оригинал, и вы поржете, насколько это вообще другое. Еще раз показываю, как он выглядит. Здесь вообще, ну, короче, какая-то, какой-то пластик. Ну, короче, типа такое, знаете, типа, что за хрень? Ну, видно сразу что-то странное, что-то не то. Потом я помню, я видела у Карины на коляске как раз-таки подстаканник, и там было написано сайбокс. Ну, то есть, а тут я смотрю, ничего не написано. Я еще Славе такая говорю, типа, блин, а что ничего не написано? Ну, типа, не то, чтобы из-за надписи покупаешь, но я помню, что было написано. То есть меня это сразу смутило. А потом вот эти дырки, типа, что за дырки? Их не должно быть. Вот эта хрень, это вообще странно. То есть видно, что тут что-то отодрали, оторвалось. Ну, короче, кринж полнейший. Так вот, показываю вам, значит, вот так поставлю. Вот что мне пришло. Не знаю, вот так вот поставлю. И вот оригинал. Ну, как бы... Чуть-чуть отличается, да? Совсем гамелью с очком. Ну, то есть видно, что это новое, качественное, незаюзное. Никто это сто тысяч раз друг другу не отправлял, не ломал, скотчем не заклеивал. Чтобы вы понимали, за эту хрень я заплатила столько же. То есть я заплатила как за оригинал. Но я получила вот это. И теперь я жду, когда мне придет сообщение, что да, можете сдать это говно, и мы вернем вам деньги. Пока ничего не приходило. Ну, такой вот прикол. Причем с акушерства я заказала. Мне, блин, пришло в этот же день. Привез курьер. А это я ждала еще сколько-то дней, блин. И когда мне это пришло, я вообще офигела. Видите, коробки-то типа, ну, одинаковые. Понятно, кто-то напишет. Бывает такое, что люди там берут, меняют, врут там, не знаю, что-то выдумывают сотрудники. Может, хрен его знает. По этой коробке видно, что ее уже юзали. То есть это уже не первый раз. Посмотрите, видите, она там порвана, здесь порвана. Уже не первый раз кто-то сдает, отдает. Она все рвется, она все хуже, хуже. Я уже не знаю, мне кажется, бедный человек, которому потом эта коробка поедет. Я не знаю, как сделать так, чтобы это, не знаю, отправили на какую-то, типа, утилизацию. Нужно как-то сообщить сотрудникам, что ли, я не знаю. В общем, я посмотрю, что мне там ответят, какие будут дальнейшие действия. Ну, это вообще угар. Посмотрите, насколько отличаются вот эти вот зоны. Ну, то есть, вот это даже на коляску не нацепишь. Прикол еще. Насколько вот это большая. Это вообще ржака. Просто ржака. Я его немножко испачкала тоналками, сейчас руки все в этом были. Ну, короче, просто вот, типа, вот такой вот угар. Также сегодня мне с ВБ пришло какие-то классные карточки. Смотрите, какая Вивочка хорошенькая, да? Какая-то деточка. Вивочка сходила на стрижку, да? Мой милый. Так, в общем, на чем мы там остановились? Я заказала какие-то классные карточки, с которыми можно фотографировать ребенка. Типа, нам месяц, нам два месяца. Я не думала, что я буду прям таким заниматься. Но потом подумала, а че нет-то? Че нет-то? Инструкция. Нарядить малыша, положить. Положить карточку, рассмешить и сделать фото. Они в каком-то вот таком вот файлике. Я думаю, для них можно придумать какую-нибудь коробочку. Что мне понравилось в этих карточках? Что они какие-то двухсторонние. Тут что-то можно подписывать. Привет, мир. Ну, короче, какие-то приколюшечки. Типа, меня зовут Акта. На обратной стороне, собственно говоря, написаны какие-то данные. Можно заполнить. Это прикольно и для фотосессий, но также это прикольно просто для того, чтобы какой-то такой, типа, мини-альбом. Может, не знаю, в какой-то альбом потом вложить. Ну, в общем, не знаю. Какие-то картинки. Любим тебя. Добро пожаловать в наш мир. Добро пожаловать в наш мир. Спасибо за счастье. Любимые пяточки. Вот, тут начинается, типа, первый месяц, я так поняла. Или че, да? Первый месяц. Такая вот штучка. Ну, я думаю, вы все видели, как вот фотографировать первый месяц. И сзади можно что-то подписать. Рост, вес, достижение. Мне показалось, что вот с этой точки зрения прикольно. То есть, это не просто картинка сфоткать, но еще и что-то подписывать. Ну, и тут, понятно, так далее, так далее. 9, 11. Ну, наверное, 12. Ну, как-то вот, походу, шариками отмечен. Один годик. Вот. Один годик. Такое чудо. Вот эти картинки просто доброе утро. Важен каждый миг. Посмотрите, как у нас прям этот жирафик. Что могу сказать про качество? Очень приятные, плотные. Вот это такая бумажная просто как что-то. А вот эти такие прям хорошенькие, плотненькие. Прям как этот, картишки. Вот. Не думала, что буду заказывать что-то подобное. Но потом подумала, а че нет? Главное, все это вообще тогда делать. Уж не забывать, не лениться, не забивать, скажем так. Но я думаю, что все равно уж мы будем какие-то, не знаю, фотосессии, что-то такое устроить на месяц, на два, на три. Ну, как это и делают, да и просто самим тоже смотреть, как малышка растет. То же самое, что фотосессии я делаю с там животиком, да. Вот. Понятно, что каждый раз мы не будем ребенка на студию куда-то тащить. Ну, даже дома просто элементарно сфотографировать. Почему нет? Я все ломала голову по поводу конверта. Не могла ничего найти прикольного, чтобы мне нравится, чтобы мне понравилось. И потом я подумала, нахрена мне заказывать конверт с бантом? Зачем мне это надо, если я могу просто заказать бант и взять любой плед, который у нас есть там подходящий, и из него, ну, все, сделать тот же самый конверт. Ну, типа, в чем прикол? Потому что в основном конверты, это по сути и есть плед просто с бантом. Очень многие вот эти вот конверты на выписку, там так и написано, два в одном. Ну, то есть, по сути, это плед там одеяльца. Но если нацепить на это сверху бантик, то будет конверт. Я подумала, да ну нафиг вообще, ничего такого классного я не смогла найти. Честно, я искала. Но я не смогла найти, чтобы мне понравилось. В общем, не знаю, надо будет думать. Я заказала бант. Просто бант. Бант должен быть качественный, хороший. Наследник Важанова. Я не один раз слышала про этот бренд. Вот. И я просто подумала, вообще классная тема. Посмотрите, какой красивый бант. У нас куча разных классных пледиков. И теплых, и холодных. Ну, типа, и летних, и более теплых. Я подумала, зачем париться? Он светленький. Вот я сейчас смотрю, к чему он у нас вообще подойдет. С кем бы мне потестировать. Ладно, Виф, я не буду тебя мучить. Мы возьмем вот этого гуся. Сейчас я его заверну как-нибудь. Так. Наш подопытный готов. Где бант? Куда делал бант? Ну, ладно. Может, и не так классно, как я себе это представляла. Короче, ладно. У нас там есть еще какие-то пледики. Вот так. Просто по цвету, типа, не идеально. И тут гусь вместо ребенка. Ну да, по цвету как бы отличается. Ну, блин. Ну, я не знаю. Ну, как бы, надо ли заморачиваться вот так вот прям? Ой-ли-ли-ли-ли-ли. Не знаю. У нас есть еще какие-то. У нас есть еще какие-то пледики. Есть более плотные. Можно с другим попробовать. Можно вообще бежевый взять, чтобы по цвету отличались. Ну, может, издалека я ничего, да. Короче, может, я от этого бренда закажу еще их плед. Просто у нас их так много. Но вот видите, типа, идеально по цвету не подошел. Как бы. Можно попробовать взять коричневый и бежевый, чтобы было именно отличие по цвету. Просто этот плед, он еще такой. Ой, не это. Так, гусь. Ну, этот плед не подходит идеально под нашу затею. Под конверт. Вообще не подходит. Что, он прямоугольный, а мне это квадратный надо, получается. Ну, блин, ну что делать-то? У меня есть вот такой конверт. Он прям конверт, но он, блин, теплый. Сейчас не знаю, что сделаю. Что у нас вот такое кривое? Я не могу нормально это сделать. Короче, в итоге полная фигня. Не так я себе это представляла и планировала. Точно, не знаю, меня просто это раздражает, потому что на лето я не видела ни одного классного конверта. Я подумала, что, может быть, будет лучше заказать бант и прицепить его на любой другой наш пледик, но в итоге это тоже была плохая идея, походу. Ну, короче, я расстроена. Еще заказала вот такие игрушки. Видите, сколько яркого я заказываю? Это какие-то... Ой. Игрушечки-пищалки. Также они, типа, для массажеков каких-то хороши. Видите, они все такие с какими-то там пупырышками, штучками-дрючками. Их хорошо в ванну, хорошо для массажеков и собакам. Всем нравятся эти игрушки. Ну вот. Ты увидела. Вааа. Смотри, видишь, на эти игрушки. Ты все равно в такие не играешь. Я тебе такие дарила. Тебе сейчас они понадобились? Сегодня 22 июня, как я уже говорила. И мы до сих пор не встретились с Кариной. Она прилетела, по-моему, 7 вечером, ночью. Рассказываю здесь тоже. Я уже рассказывала в Телеграме, но мало ли, почему мы до сих пор не встретились. Когда она прилетела, первым делом хочется, наверное, встретиться с семьей, которую ты год не видел, да? Ну, короче, мы сразу с ней договорились, что, понятное дело, ну, ей будет не до меня. Мы снимали как раз-таки в тот период кукинг. Ну, два дня подряд устали. Все, понятно. Потом у меня был врач на 8 число, на 9 что-то было, короче. А у них подготовка к свадьбе. Карине нужно было найти платье на свадьбу. Ну, в общем, своих дел хватало. Потом они пошли на свадьбу, где было более 400 человек, гостей. В прошлый раз, ничего не хочу сказать, но после свадьбы Карины и Оскар, где было тоже много человек, ну, я думаю, вы знаете, помните, много кто в итоге заболел ковидом. Но это неизбежно, потому что столько людей, все ходят в одном закрытом помещении. У меня только в семье мама очень болел. Брат Саша, не знаю, но он болел, но вроде, ну, как-то не сильно. Кто-то еще, короче, у нас болел. В общем, в нашей семье только 2 точно человека болели, причем мама у меня очень сильно болела. Ну, отчим тоже болел, не слабо. У них там тоже, по-моему, кто-то болел. Ну, в общем, к тому, что я сразу Карине сказала, что после свадьбы будем выжидать какой-то инкубационный период. Потому что я на последних сроках не хочу, блин, болеть, неважно чем. Я уже болела в эту беременность, мне вообще не понравилось. Еще раз, не хотелось бы, тем более перед самыми родами. Ну, то есть, зачем? Все равно, конечно же, нашлись люди, которые ничего не поняли. Написали, типа, ой, да они просто не хотели встретиться. Хотели бы, давно бы встретились. Им хо. Я думаю, какие же вы умные, какие же вы гении. Что вы думаете? Мы с Кариной договорились еще где-то около недели назад, что 23-го завтра мы с ней встретимся. Забили этот день, чтобы мы обе занятые. Человек, блин, год, ну, я про Карину говорю, да, не был в Москве, в России. Куча здесь дел, работы, встреча с там тоже родными, друзьями, не знаю. Много кого тоже не видели, соскучились. Куча своих заморочек. Только переехали в квартиру, в которой у них не налажен еще, можно сказать, быт. Ну, то есть, вот как бы что, ей заняться, что ли, тоже нечем? У всех есть куча разных дел. Своих. Все заняты. И мы с ней как раз договорились, что пройдет какой-то период инкубационный после мероприятия, и давай встретимся. Потому что я рисковать лично своим здоровьем не хочу. Я сразу Карине сказала, что встретимся хочу туда-сюда, но как бы подождем. И я считаю, что это логично. Ну, типа, я в ответе не только за себя, но еще и за своего ребенка. Ну, в общем, что вы думаете? Карина мне вчера пишет то, что она заболела. Но я так поняла, у них у всех заложены носы и слезятся глаза. Ну, не у всех, может, но у человек двух-трех, походу. И у Карины в том числе. И, конечно, я желаю, чтобы она скорее поправилась. Я думаю, что мы уж успеем встретиться до того, как я рожу. Но вы же понимаете, что как бы бережен его, бог бережен, да? Ну, как бы, да, встретиться можно, но когда вы уже и так не виделись год, подождать еще даже пару недель, ну, как бы, ничего страшного. Когда у тебя на кону возможно здоровье. Ну, в общем, суть не в этом. Решили до нашей встречи обменяться подарками для наших детей. Не знаю, Карина показывала где-то у себя видео, там, какие-то распаковки не показывала. Я им подарила кресло для Монте. Оно какое-то прикольное, универсальное. Его можно с собой по квартире катать. Оно и в качеле превращается, и поднимается, и опускается. И в стульчик, и в расклад. Ну, короче, какая-то очень классная такая штука, которая как раз и нужна была Карине Сосковым, ну, для их жизни. Для удобства, для их жизни нужна была эта штучка. Вот, я им ее подарила. Карина мне привезла заморских подарков из-за границы. Тащила через две, получается, за границы. Привезла мне их вот в таком пакете Риксос. Ну, я понимаю, что, как бы, она их везла через границы, и, как бы, на самом деле, очень большой тяжелый пакет. Это я к тому, что нифига себе, человек заморочился. Не пожалел своего свободного места в чемоданах, чтобы привезти для нашей дочки одежду, которую здесь мы не можем приобрести, потому что закрылись какие-то определенные магазины. В общем, сейчас я вам буду показывать. Сама буду смотреть в первый раз, что тут да как тут. Карина мне в голосовых, в кружочках рассказала, что там. Вот, так что будем тоже смотреть. Из H&M, значит, 68 размер на 6 месяцев. Вот такой вот. Это, получается, у нас Sleep называется. Я думала, что это называется комбез, ну, комбинезонный, но это, походу, слипы. По качеству очень приятная штучка тянется. Мне было, кстати, безумно интересно, какая одежда для детишек в H&M, потому что, я уже не один раз рассказывала, я не успела застать эти времена, то есть я не заходила в H&M, в детские отделы раньше. Вот такой вот. Она сказала, что куча там чего-то яркого, розового, классного, потому что она, наверное, знала, что у нас будет что-то такое не очень яркое. Так, 68, это тоже 68, такой же размер. Ну, я думаю, что мы это хорошо сможем поносить. Ну, то есть, долго. Класс. 62 размерчик. Ну, качество очень приятное, могу вам так сказать. Вот такое вот чудо. Ну, это очень миленькое. Так милое. Тоже 62 размер. Хочу сказать, что у нас ничего подобного, кстати, нету. Ну, есть комбезы, но они и другие. Вот. Так что прикольно. Вот такой вот тоже зелененький. Прикольно. Короче, почему она мне еще все это отправила? Чтобы у меня было больше времени на то, чтобы это все перестирать, разложить. Потому что я могу уже за дня на день родить, а мы с ней пока еще не встретились. И решили, что когда мы с ней встретимся, мы лучше, ну, как бы будем, скажем так, налегке, чтобы мы могли спокойно, вот без всяких пакетов, сумок, ну, как бы, и я тоже им сразу домой отправила подарок, заказала курьера, так же, как она тоже прислала сегодня. Так, 62 размерчик. Вот такая штучка миленькая с барашками. Тут уже с ножками я смотрю закрытыми. Столько яркого, так мило. Столько ярких вещичек. Смотрите, какое чудо. Тоже 62. На 3 месяца пишет. Интересно так. И к нему вот такая вот футболочка. Блин, как классно. Такое чудо. Так, 56 размер. Тут написано newborn, типа, ну, считается на 1-2 месяца, как я поняла. Ну, как раз. Получается, чего малышка родится, может там, 50, не знаю, 52. Ну, примерно, я думаю, вот так вот. Я думаю, что как раз это будет самое то. 56. Кстати, вот буквально вчера Карине рассказывала, что у нас не так уж и много вещей. 52-го вообще размера практически нет. В основном все 56-го. Ну, то есть, довольно-таки большие вещи, скажем так. 56-й с жирафиками. Это все H&M. 56-й с застежкой. Мне писали тоже, что, кстати, очень удобно именно с застежками такие штучки для детишек. Ой, тут прям что-то классненькое. Куча бодиков всяких прикольных нежных оттенков. Ну, я это сейчас все буду снимать вот эти штучки, чтобы постирать как раз. Что-то по размеру 56-й. Ну, классные такие бодики. Карина сказала, что она выбирала по своему опыту то, что им было удобно. Вот. Что она уже как мамочка с опытом брала то, что вот она посчитала. Прямо самое то. Ну, короче, вот такие вот классные бодики. Столько всего. Блин, столько всего у нас одежды просто с ума сойти. Но хорошо, что тут есть большие размерчики. Прямо реально надо за вторым сразу идти. Столько всего. 68-й размерчик. Такой вот классный тоже комбезик. Вообще чудо. Такое миленькое все. Да, прикольно это все выглядит, конечно, красивенько. Знаете, несмотря на то, что у нас уже, ну, правда, много одежды, подарков от разных брендов с одеждой. Но все равно все такое миленькое, все такое прикольненькое. Я думаю, что мы успеем все это хорошенько поносить. Потому что, видите, большие размеры достаточно. Я не думаю, что... Ну, я понимаю, что все детки по-разному растут. Но я не думаю, что у нас дочь прям, знаете, будет очень сильно расти. Все-таки как будто бы мальчики чаще растут. Ну, как-то побыстрее, побольше. Поэтому я думаю, что мы их сможем хорошо поносить. Классное качество. Мне Карина сказала, что ей прям очень нравится. Мне тоже прям очень нравится. Оно все такое, знаете, тянется. Ну, короче, приятненько. Вот такой вот чудесный боди. Обалденный. К ним вот такие офигенские шортики. У нас, кстати, ничего такого вообще нет в шкафу. У нас все с длинными штанами. Я надеюсь, что мы успеем летом поносить такое чудо. Вот. Ну, даже тут чуть-чуть, если затянуть, скажем так, я думаю, что успеем. Потому что тут написано на 2,4 месяца. Ну, 62 размер. Вот, 0,1 месяц. Это какой размерчик? Наверное, 50. А, вот, 50 класс. 50 размер, нифига себе. Ну, вот, как раз на рождение. Маленький уже размерчик. Она сказала, что взяла некоторые бодики, комбезики, слипики. Вот эти вот все штучки. Одинаковые. Ну, в расцветках, но разных размеров. Вот 56. То есть у нас 68, по-моему, да, такой 56. Взяла для того, чтобы можно было малышкой еще фоткать. Типа, как она растет в одинаковых, как будто бы, комплектиках. Ну, типа, прикольная такая задумка. 62. Короче, предстоит нам еще классное такое веселое занятие. Там одежды еще дофига не расшую. 62 размерчик. Вот такое вот чудо. Вот 56 размер тоже. Такое все красивое, милое, с принтами прикольными. Мне нравится. Со слониками тоже какое чудо. Тут всякие классные штанишки. Это у нас прям на рождение. Вот такие цвета разные. Беленький, розовенький, бежевенький. Ну, короче, модница у нас будет вообще сумасшедшая модница. Ой, какое чудо. Вот эти вот маечки. Карина говорила, что это просто вау. Вот это прям вообще. 62 размер. Вот это супер. Посмотрите, боди-маечка. Такого у нас в гардеробе нет. Вот еще такой розовенький. Персиковый. Ну, не персиковый, не знаю. Какой такой нежно-розовенький. Я просто смотрю, даже интересно по размеру. 62 такой вот розовенький. Какие милые зайчики. Хорошо, что побольше одежды. Именно размера побольше. Потому что, ну, сами знаете, как это иногда бывает. Закупился самого маленького размера, а ребенок хопа. И сразу вырос из него. Так, тут 62 размер. Вот такие вот бодики с рукавами. Сейчас тоже быстро покажу. Все это буду стирать. Все это буду стирать. Ура! Потом снова будем отсортировать по размерам, как мы уже делали. Какое-то классное платьице. Интересно, что за размер. 0-3. Ну, класс. Как прикольно. Тут платье, внутри которого есть труселя. То есть все продумано. Труселя прикреплены. То есть их надо будет снять. Памперс, значит. Тут труселя. Сверху вот такое вот чудное платье. Сейчас. С застежечкой. И повязочка на голову. Какое чудо. Я его в шкаф повешу, где у меня все нарядцы висят. Так, вот такой вот чудесный бодик. Вот это очень приятное качество. Ой, какое чудо. Смотрите, как мило. Какая кофточка. Это размер 56. Такое все миленькое. Нет, я согласна, что однотонные бежевые вещи, да, мне нравятся. Но вот такие вещи с клевыми милыми принтами мне тоже безумно нравятся. Это очень красиво. Это очень мило. И я не против ярких прикольных вещей с принтами. Абсолютно не против. Смотрите, как классно. А это уже на 6-9 месяцев. Представляете? В этом мы прям вообще классно смотрим ходить. У нас, по-моему, даже... Что это за размер? Есть вообще у нас что-нибудь такое? Вот, 74-й. 74-й. Вот такие штанишки 62-й. Тоже, я думаю, 62-й. Тоже. Тоже. Так, и еще у нас тут маечки остаются. У меня уже тут такая гора. Вот такие маечки. То у нас какой размер был, я забыла. 62-й размер. Не помню, какого размера те маечки были. Просто ради интереса даже. Тоже 62-й. А, ну это другие цвета, я смотрю. Вот такие вот классные маечки. Боди маечки. Ну это вообще супер. Вот 56-й размер, кстати, есть. Не только 62-й. Так что у лед. Вот они такие беленькие, я поняла. Так 56-го, да. Такие одинаковые маечки. Видите, с бантиком. Как для девочки так мило. Сейчас напишу Карине. Большое спасибо. Скажу. Что ж ты раньше не сказала? У нас столько вещей. Блин, капец. Я уверена, что мы это все поносим. Честно, я не сомневаюсь. Мне кажется даже, что некоторые вещички, которые написаны на такой-то месяц, мы их дольше будем носить. Мне очень нравится то, что они так хорошо все тянутся. Ну посмотрите, правда. У нас не все вещи такие. Не все так хорошо тянется. Тут, блин, вообще можно до года, мне кажется, носить. Ну короче, класс. Поэтому все это пригодится. Осталось только все это отсортировать.